МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. По данным Центра управления в кризисных ситуациях 24 мая в 9.47 в Охотском море зарегистрировано землетрясение с магнитудой в 6-7 баллов. Угрозы цунами нет, никто не пострадал. По некоторым сведениям, волну подземных толчков ощутили жители Башкирии, Нижегородской области, а также и Чебоксар. На Чебоксарском форуме развернулось бурное общение тех, кто почувствовал подземные толчки и тех, кто их не ощутил. На девятом этаже ощутилось очень кратковременно, но впечатление на целый день. Позвонила домой Константина Иванова, 91. Качает до сих пор. В пресс-службе МЧС подтверждают информацию о подземных толчках, но обращения к ним не поступали. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях, сегодня, 24 мая, в 9.47 в акватории Охотского моря зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 6,7. Угрозы цунами нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушения не зарегистрированы. Информация уточняется. В Чувашской республике незначительные колебания обнаружены в одном из высотных зданий. Угрозы повреждения зданий и нанесения ущерба жизни и здоровью людей в республике не существует. Главное управление МЧС России по Чувашской республике призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Полгода назад в Чебоксарах уже ощущали подземные толчки в районе речного порта, которое 26 декабря стало причиной бурного интернет-обсуждения. Специалисты констатировали, что тогда была подвижка грунта. К другим новостям. Сегодня глава Чуваши встретился с руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадием Зюгановым. Приветствую на Чувашской земле. Привет. Геннадий Зюганов сообщил, что фракция КПРФ в Госдуме проводит большую работу по поддержке отечественного аграрного сектора. По его словам, после вступления России в ИТО российское сеноводство и птицеводство испытывают серьезные трудности. При этом проблемы сельхозтоваропроизводителей не находят должного отклика в правительстве. Глава республики рассказал Геннадию Зюганову о параметрах бюджета Чуваши на 2013 год, отметив его ярко выраженную социальную направленность. В беседе были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки проекта бюджета России на 2014 год. Перспектив развития мировой и российской экономики, национальных отношений, а также поднятие уровня Чпоксарского водохранилища до 68-й отметки. Геннадий Зюганов подчеркнул, что в Чувашии умеют работать и выразил готовность поддержать инициативы на федеральном уровне. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. 24 мая в некоторых школах республики прозвенели последние звонки. Среди тех, кто сегодня прощался со школьными годами чудесными, были 11-классники гимназии номер один города Мариинский посад. В этом году в республике школу заканчивают более 7500 11-классников и более 11709-классников. В первой морпосадской гимназии сегодня надели ленты с колокольчиками и школьную форму 23 выпускника. Юноши и девушки с волнением и тревогой смотрят в будущее. Впереди главное испытание в их школьной жизни – единый государственный экзамен. Первый по русскому языку пройдет уже 27 мая. Подбодрить и поздравить выпускников на торжественную линейку приехал председатель Государственного совета Чувашии Юрий Попов. Гимназисты делились со спикером парламента планами на будущее, интересовались секретами успеха. Многие 11-классники признали, что в качестве своей будущей карьеры рассматривают именно государственную службу. О других событиях из жизни республиканского парламента смотрите сегодня в программе «Законодатели». Она выйдет в эфир в 20.30. 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Праздник учрежден указом президента страны. Закон, который закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность, появился еще в 1991 году. Сегодня в Чувашии зарегистрировано около 15 тысяч малых и средних предприятий и около 38 тысяч индивидуальных предприятий. Бизнесменов республики поздравил глава Чувашия. Работа на станках, предпринимательская деятельность, новые разработки и все это по совместительству с учебой в школе. Илья Васильев, ученик 7-го класса, один из тех, кого сегодня в Чебоксарах поздравляли с Днем предпринимателя. Началось все с того, что к нам пришел учитель, он был энтузиастом своего дела. Он предложил остаться нам после уроков и работать. Сначала я работал по дереву, исполнял простые работы, ну для дома тоже работал. Потом мы перешли на металл. Благодаря моему отцу, который оснащает Чувашские предприятия инструментом, он предложил мне выполнить заказ. И с этого все началось. И я теперь работаю на станках. Илья победил в номинации «Открой свое дело». Но если этот молодой человек еще только в начале своего пути, то многие из тех, кто собрался в этот день в ДК Хузангая, предприниматели с большим опытом. Сегодня в Чувашской республике действует около 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По плотности предпринимателей на душу населения, если ввести такой показатель, то мы с вами занимаем первое место в Приволжском федеральном округе. Те, кто успешно ведет свою деятельность, вышел на высокие показатели производства и внедряет новые разработки, получили награды из рук главы республики. Наши предприятия выпускают кремно-органические эмали, лаки, краски. В данном случае наш награждает за инновационную разработку. Это продукция для зашида древесина на силиконовой основе. Я стала победителем «Лучший молодой предприниматель». То, что в таком молодом возрасте у нас имеется множество торговых точек и разный вид торговой деятельности. Впрочем, с сегодняшним номинантом есть куда стремиться. Вы просили меня, чтобы мы на уровне республики для того, чтобы создать доброе имя предпринимательского сообщества в отдельности предпринимателей, во перечень государственных наград включить заслуженные предприниматели Чувашской республики. Я указ подписал, не обманул вас. Сегодня проект закона Чувашской республики разработан. И по представлению, соответственно, работодателей через общественные организации мы будем в этом году награждать уже... Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Мама и папа учащихся почти 170 школ, гимназий и лицеев республики оказались за партами вместо своих детей. В роли учителей выступили заместитель министра образования Сергей Кудряшов, детский обмудсмен Вячеслав Рафинов, представители Роскомнадзора, ГИБДД и операторы сотовой связи. В Чувашии прошло родительское собрание в режиме онлайн. Родители специально собрали перед каникулами, чтобы обсудить вопросы защиты детей от негативной информации в интернете и безопасности на дорогах. Такое масштабное мероприятие для родителей проводится в республике впервые. Вячеслав Рафинов подчеркнул, что родители вместе с детьми должны решить, что можно смотреть в сети, а от чего лучше отказаться. А задачи СМИ и интернет-поставщиков не навредить информации о здоровье и развитии детей. По данным Роскомнадзора, все IP-адреса сайтов, распространяющих порнографию, информацию о наркотиках и суициде, находятся в черном списке. Таких сейчас зарегистрировано около пяти тысяч. По закону интернет-провайдеры должны блокировать доступ к вредоносным сайтам. Тем не менее, родителям рекомендовали больше внимания уделять детям, знать, какие сайты они посещают и покупать мобильные телефоны попроще, без выхода в сеть. Бывший проблемный дом получил второе рождение. В многоквартирном доме по улице Урожайной подняли уже третий этаж. Более четырех лет назад этот дом начинал возводить другой застройщик. Собрал средств с 24 дольщиков, но строительство так и не началось. Год назад у объекта появился новый заказчик, а у обманутых дольщиков надежда, что новоселье они все-таки справят. Мы с 7 до 7, 7 до 8 работаем, бывает и до 10, бывает и до полуночи. Сроки сжатые, надо закончить в декабре, сжатые сроки, работаем почти без выходных. Полтора месяца назад здесь был только строительный котлован. Сейчас уже возводится третий этаж. Строительство идет полным ходом. И самое главное, оно будет закончено, обещает начальник управления капитального строительства. Ориентировочный срок сдачи дома – декабрь 2013 года. Заказчиком данного обновленного строительства является МУБ ГУКС, управление капитального строительства. Главным генеральным подрядчиком является фирма «Строительная ЛЗА». Стройка возобновлена за счет инвестиций, за счет инвестиционного договора. Инвесторами являются ГУКС и фирма «Строительная ЛЗА». ГУКС внес 12% стоимости объекта, АЛЗА – 88%. Обманутые дольщики на данный момент получат квартиры без доплаты. Им дано право выбора квартир. Они выбрали квартиры, как правило, большего объема. Конечно, за больший объем придется им доплатить. Первоначальный проект был откорректирован. Вместо одного подъезда появятся два. Одновременно увеличено этажность и число квартир. Всего их будет 117. 54 однокомнатных и 63 двухкомнатных. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Ею каждый день пользуются и дети, и взрослые. Однако немногие знают, что в ней таится сакральная геометрия, тайнопись и даже шифр мироздания. Это все про славянскую письменность. 24 мая страна чествует ее создателей. В Чувашии в этот день начался крестный ход. Посвятили его не только святым Кириллу и Мефодию, но и 400-летию дома Романовых. Шествие начало путь с 24 мая в 10 часов утра, сразу после праздничного молебна в храме Рождества Христова. Предполагается, что шествие обогнет всю республику и завершится только 1 июня. Ну а пока верующие чествовали создателей славянской письменности, интернет-общественность вспоминала о тайнах, которыми окутана Кириллица. Так, на первой полосе одного из поисковиков появилась статья под названием «Семь загадок Кириллицы». Среди них авторы назвали геометрию символов. Все буквы – это сочетание простых фигур – круга, креста и треугольника. А это символы Вечности, Троицы и Христа. Большинство букв славянской азбуки имеет греческое происхождение. Однако есть и совершенно особенные символы. Так, история возникновения букв Щ и С до сих пор не дает покоя ученым. Также среди прочих загадок – так называемый шифр мироустроения. Это необычная связь чисел и букв. Словом, этот культурный код еще изучать и изучать. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Команда «Чуваши» играет в первенстве России по футболу впервые после долгого перерыва, пока наши футболисты находятся в середине турнирной таблицы. У команды есть еще возможность подняться выше. Все зависит от последующих туров. Хорошая тренировка – залог успеха для любой команды. В спорте халтура видна сразу, в футболе тем более. Самоотдача, желание победить, стремление к совершенствованию своих навыков – все это про ребят из детской юношеской спортивной школы «Чуваши». Это поле воспитало не одну команду настоящих футболистов. Футбол – это игра, которая завораживает своей динамичностью и непредсказуемостью. Наша команда не потерпела ни одного поражения, но впереди самая сложная – встреча с самыми сильными командами этого турнира. В одной восьмой финала предстоит встретиться с командой из Нижнего Новгорода и с лидером турнира – командой Сергеевск. Мы хотели бы, конечно, как можно выше продвинуться по турнирной таблице. Но я думаю, соперники тоже не дремлют, не просто это будет. Тем более, была расфорсирована подготовка, где-то наступит спад, физиологию не обманешь. Где-то будут, наверное, трудности какие-то. Но хотим мы зацепиться в первой половине турнира таблицы. У нас в основном команда молодая, и опыта, конечно, не хватает. Но за счет самоотдачи и сплоченности ребята выкладываются на тренировках, и, соответственно, это все вливается в игру. Конечно, не все пока получается, но мы, как сказать, будем стараться и делаем все максимально возможное. На пресс-конференции обсудили ключевые моменты, связанные с дальнейшими перспективами футболов Чувашии. В этом году создать пилотную команду, которая была бы на долгие годы ориентиром для нашей молодежи. По словам председателя Федерации футбола Чувашии Сергея Яденкова, ставку они делают не на победу, а на воспитание профессиональных спортсменов. И у нашей команды есть все для того, чтобы стать таковыми. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами и передаю слово коллегам, которые представят очередную страницу дневника кинофестиваля. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин